Мы все время ходим вокруг да около, чтобы не говорить о главном. А главное заключается в том, что мы не женимся. И не женимся мы потому, что я не могу никому принадлежать дольше, чем полтора часа в сутки. Как только истекают эти полтора часа, во мне развивается что-то вроде мании нетерпения. Хочется вскочить и бежать. Сегодня ты должна быть нежной и удивительной. Это значит, сегодня ты ко мне не лезь. Сегодня тебе должно быть как можно меньше в моей жизни. Что у тебя случилось? За пять лет ежедневных встреч Мика научилась понимать меня. Ничего. Просто устал. А что ты делал? Да нет. От себя устал. Себе надоел. Перестань. Сила твоя в том, что я тебя люблю. Ты что ж думаешь, что мне этого достаточно? Ну, если бы ты был настоящим мужчиной, тебе бы этого было вполне достаточно. Значит, я не настоящий. Нет, ну ты не настоящий, но в этом твоё обаяние. Сердце болит. Я пожаловался и покосился на Мику. И в ту же секунду передо мной вспыхнули страхом два её глаза. Они шарили по моему лицу тревожно и торопливо. Должно быть, в эту секунду Мика уже представила себе, как я сейчас покачнусь и упаду лицом вверх. полегчало. Я уезжал и оставлял её без себя на целых 24 дня. 24 дня её жизнь не имела смысла и была ей в тягости. Любит меня из года в год изо дня в день с неослабевающей силой как будто внутри у неё мотор. Вечный двигатель перпетум мобили. И с ним ничего не происходит. Сколько раз я ронял этот мотор, бил его, терял. А он не разбивался, не снашивался. Какое-то самозаряжающееся устройство. Мне грустно, грустно. Ну, что тебе грустно? Грустно. Что ж тебе грустно? Ты счастливая. Ну? Пока. Подожди. Я чувствую, как она хватает меня за рукав. Но когда меня хватают, мне хочется вырваться и бежать. Ну, пока. Пока. Ну, пока. Скажу что-нибудь человеческое. М? Я тебя люблю. Я совершенно не приспособлен к восхождению. Я тащу с собой в гору рюкзак своей прошлой жизни и все время ворошу это барахло. Мне надо либо оставлять рюкзак дома, либо не лезть в гору. Я должен играть и не слышать себя. Я должен только чувствовать. но я играю и слышу. Слышу и оцениваю. Я хороший товарищ, талантливый человек. талантливые люди бывают двух видов. С чувством выхода. Это творцы. Без чувства выхода это я. Слышу музыку, понимаю, не могу выразить. И все это остается в моей душе. Мы разошлись шесть лет тому назад. Мне понятно, почему мы разошлись. Мне до сих пор непонятно, почему мы поженились. Очевидно, приняли за любовь. Там ленья молодых тел. Приняли одно за другое. Совершили ошибку. Влюбленности как сорванные цветы. Они также украшают жизнь и также быстро гибнут. Все кончается когда-нибудь. Кончилось и наше восхождение. мы ступили на вершину. Я стоял на самой середине между небом и землей. Я я часть природы, часть всей этой красоты. Самое совершенное ее и мне показалось, что я коснулся истины. Я преодолел себя, чтобы поднять свое тело высоко над землей. Я поднял себя, чтобы лучше увидеть вокруг и в себе. вершина. Значит, я шел в гору так долго и так трудно ради этой минуты. И нет такой платы, которая была бы для нее высока. Конечно, я не разбил себе голову и не упал вниз. очень может статься, что жизнь задумана, как дорога к вершине. Дойду ли я до своей вершины? А может, я устану, захочу вернуться и лечь на диван, а может, я слишком медленно плетусь, потом умру на полпути. А вдруг моя вершина уже была. А я этого не заметил. И теперь иду без цели. я так и знала. Ты знала, что я приеду? Проходи, только не тупай. Раздевайся. Что ты стоишь? Ты есть хочешь? А чего мы шепчем-то? Раздевайся. Шепотом-то почему? Спят. Кто? Муж. Чей? Что ты? Мой. 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 Наверное, когда петуху отрубают голову, он еще некоторое время бегает подворк. Ему кажется, что он в прекрасной форме. А где ты его взяла? В метро познакомились. С ума сошла? Ну, хуже, чем было, не будет. Ты знаешь, когда когда ты разбился, я села на пол и думаю, господи, как я теперь буду жить? А потом вдруг проснулась среди ночи и думаю, боже мой, я ведь жила-то ужасно. Мика, какая ты была другая, чужая, не моя. Я уже не мог себе представить, что когда-то любил ее и был любим ею. Я тебе не верю. Ничего, привыкнишь. Я тебя забуду. Нет, ты меня слишком хорошо знаешь. Я тебя отомщу. Отомстишь? Как? Что ж ты смеешься? Ну, как же ты меня отомстишь? Я женюсь и буду счастлив. Нет, не будешь. у тебя с ним так же, как со мной. Нет. По-другому. Говорит, четыре года это по времени почти. То есть столько же, сколько шла война. А где же мои завоевания, где мои награды? Ты мне дал самый горький опыт, который может дать мужчина и женщина. Опыт унижения. Ты приходил, ты уходил, ты... ты все время боялся, что прощание будет слишком долгим. Ты думал, что у тебя только права, что никаких обязанностей. Ну, тогда у меня никаких. Ну, какой бы я ни был, другого такого не найдете. Я не хочу такого другого. Ты знаешь, у меня даже... Я столько страдала с тобой, что у меня выработался даже условный рефлекс. Вот я тебя как вижу, у меня слезы наворачиваются, даже смешно. Можешь себе представить, я четыре года каждый день ждала твоего телефонного звонка каждый день. Я даже боялась воду включить в ванной. Я все время думала, что я не услышу. Устроенный, честный. Инфантильный, честный вор. А что же я ворую? Счастье. Ну, ты знаешь, мы все немножко воруем, но и немножко отдаем. Да, но только ты ничего не отдаешь. Ты чемпион эгоизма. Ты привык жить так, как тебе удобно. Что значит удобно? Ну, это значит удобная работа. Ты и вроде бы занят, и свободен. удобный сын. Есть он, и нет его. И очень удобная женщина. Можно прийти, а можно и уйти. Ты ненавидишь меня? Нет. Знаешь, ненависть слишком сильное чувство. То же, что и любовь, только со знаком минус. А я тебя не ненавижу. Пусть. я тебя не ненавижу, я свободна. Дело в том, что я, наверное, просто, ну, износила наши отношения, ну, как туфли, подошва отскочила. Все, 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 все. Все. У тебя все другое? Угу. Улыбка. Глаза. Я тебе верю. А я тебе. А что же мне теперь делать? Жить. Жить. Я вошел в лифт. Она захлопнула дверцу и стала ждать, когда я уеду. Все это было так нелепо, так беспощадно. Как будто моя голова была в стороне и смотрела на меня, как я уезжаю. Наверное, когда петуху отрубают голову, его глаза видят, как бегает его туловище. прости меня. Нет. Не прощу. и на кровь, Немного хрятки. 在 11-й, безусловно, как я Amon. И как я,